С нами на связи Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований. Александр, здравствуйте. Рад вас приветствовать. Доброе утро. Здравствуйте. Давайте сосредоточимся на нынешнем составляющей российско-оккупационных войск. Ныне, если я правильно понимаю, у группировки российско-оккупационных войск, да, наверное, и у армии, наступательного потенциала, исходя из данных, которые мы ныне услышали, о потерях в армии, попросту нет. Защитный потенциал чем обеспечивается, по вашему мнению? Ну, я бы сказал так, у них нет потенциала наступательного для того, чтобы вести операции стратегического и оперативного характера, но на тактические действия потенциал есть, они его используют иногда, но в чем состоят тактические действия? Опять же, такие исключительно в том, чтобы противодействовать наступлению украинских войск, либо пытаться отвлечь наши войска по другим направлениям, от тех направлений, где мы имеем успех. Ну, вот как на Купинско-Лиманском направлении. Но в целом, акцент противник делает на использовании артиллерии, авиации. Это основные, скажем так, средства, на которые плюс, опять же, такие. Помимо всего, остается и ресурс живой силы, который они перебрасывали, например, с оккупированной части Луганской области резервы, которые несут потери, и они достаточно много попадают в плен украинским войскам. То есть, ну, в первую очередь, акцент делается на артиллерии и авиации. Собственно говоря, я думаю, украинское командование это тоже прекрасно понимает, и поэтому в достаточно большом количестве уничтожаются именно эти цели, именно артиллерия и именно авиация. То есть, потому что это основные элементы, которые, скажем так, используются для обороны российскими войсками. Да, тут у меня тогда уточнение. Как раз вы вспомнили об уничтоженной артиллерии. Уже бьют рекорды наши вооруженные силы по уничтожению артиллерии вражеской. Так вот, учитывая те потери, о которых даже вспоминает и сам главнокомандующий вооруженных сил Великобритании, об этом пишет Financial Times, что российская армия потеряла половину своего боевого потенциала в Украине, в том числе и 2500 танков, но еще, учитывая то, что главный удар контрнаступления Киева еще впереди, заявил глава вооруженных сил Тони Радакин. Как это объясняется? Такие потери, и то же самое говорит и наша сторона о том, что наступательные войска несут втрое меньше потерь, нежели обороняющиеся. Как вы объясняете, что происходит там, за линией фронта? Мастерство планирования операций, использование ресурса, который есть в меньшем количестве на сегодняшний день, по некоторым параметрам у Украины, нежели у российских войск, но мы используем его гораздо эффективнее. Что приводит к тому, что мы имеем достижения. Ну, например, как в Бахмуте. Там российские войска наступали силами, которые превышали фактически оборонительные порядки украинских войск на этом участке фронта. Но как обернулась ситуация? Не то, что смогли отбить массированные атаки российских войск, но и перевернули еще на нашу пользу. И сейчас инициатива за нами, есть все перспективы для освобождения Бахмута, что, я думаю, будет сделано нашими войсками, причем в скором времени. Поэтому вот это пример, как необходимо действовать. Но я вам скажу, наши сильные стороны, которые используются максимально, это инициатива, которая поощряется, это планирование операций, плюс корректировка планов по ходу, потому что практически ни одна операция никогда не проходит, исключительно так, как вы ее запланировали в теории, всегда практика вносит какие-то нюансы. Это второй момент. Третий – это разведка, в том числе с помощью наших партнеров. Четвертое – это эффективное использование западных систем вооружения, которые нам предоставляются. И пятое – это скорость и маневренность, насколько это возможно, даже несмотря на то, что враг интенсивно заминировал территории, например, как на южном направлении. Вот все, что максимально эффективно используется. И задача – беречь жизнь личного состава и минимизировать потери. Вот, собственно говоря, в этих условиях. Я вам скажу, что если бы сейчас наши партнеры усилили еще помощь Украины, что нам очень необходимо соответствующими видами вооружения, например, ракетами Атакамс и самолетами F-16, и большим количеством артиллерии, и дальнобойной артиллерии, я думаю, что Украина бы ускорила темпы контрнаступления и уменьшала бы с каждым днем все больше потенциал российских войск. То есть это было бы уменьшение угроз не только для Украины в борьбе с агрессором российским, но и для всей Европы, и для НАТО, в принципе. Это тоже общий интерес. Поскольку мы видим, что насколько украинские войска смогли эффективно на первых порах воевать исключительно джевелинами, энлавами, стингерами, плюс используя максимальную артиллерию и те средства, которые были у нас на вооружении, сейчас мы используем натовские. И дальше, если нас будут, и я верю, что будут увеличивать помощь Украине, мы сможем использовать гораздо эффективнее. И это, кстати, ускорит и контрнаступательные действия, поскольку мы в этом как раз заинтересованы как никто. Вот когда говорят о том, что скептики где-то на Западе или где-то тут, о том, что, мол, украинское контрнаступление не так продвигается, так мы продвигаемся столько, насколько мы можем, имея соответствующие ресурсы, которые нам предоставили партнеры. И имеем на этом пути серьезные успехи и достижения, которые мы вот и обсуждаем. Это, например, истощение российских войск плюс освобожденные населенные пункты, о чем говорил, в частности, и генерал Сырский. И это уже достижения. Но если бы у нас было сейчас больше систем, больше западного вооружения, то и продвижение было бы гораздо быстрее. Мы в этом как раз как никто заинтересованы. И примудряемся даже джавелинами в пресловутый «Аллигатор» сбивать К-52 вертолет. Но не об этом речь. Вот тот же Радакин, он признает, что более высокая, чем ожидалось, плотность российских минных полей, отсутствие воздушного прикрытия наступающих украинских частей и недопоставка Киева всей боевой техники, которую он запрашивал, осложняет ход контрнаступления. Если мы понимаем, что действительно необходимо прикрытие с воздуха, пока его нет у нас. Но вот касательно этих минных полей, какой техники не хватает Украине, какая она должна быть, в каком количестве, чтобы преодолевать эти более, чем ожидалось, заминированные поля по ходу? Ну, перечень техники есть. Номенклатура, она также известна. Это средства машины разминирования, которые есть на Западе специальные. Плюс это леопарды, те же танки, которые приспособлены как раз для разминирования и передвижения по минным полям. То есть об этом всем известно нашим партнерам и постоянно на этом акцентируется внимание. И постоянно об этом говорится. Для того, чтобы нам проходить эти минные поля, нам еще необходимо было бы обеспечивать, скажем так, помимо этого, огневую поддержку, для того, чтобы уничтожать фактически первые линии обороны российских войск максимально. Уничтожать с помощью авиации было бы довольно хорошо, либо дальнобойной артиллерии. Выжигать фактически ихние тылы, для того, чтобы обеспечивать нормальную работу более или менее для наших саперов и для нашей техники. Чтобы эта техника не нарожалась на огонь артиллерии российских войск, понимаете, или другого вооружения. То есть пока эта техника работает, имея, скажем так, определенные позиции, российские войска постоянно пытаются препятствовать и наносить по ней удары. И потери такой техники будут. Это абсолютно прогнозировано, поскольку по-другому просто не получится, пока у них есть артиллерия на первой линии или за первой линией обороны сразу. Поэтому нам необходимы средства поражения. Ведь что такое наступательные действия? Что у нас, что на Западе, это обозначается практически одинаково в различных книгах, что это огневое поражение по всей глубине фронта, там, где вы ведете наступательные действия. Для того, чтобы обеспечить глубину поражения огневого по всей линии фронта, нам необходимы дополнительные средства. И тогда мы сможем, скажем так, более уделять внимание тому, чтобы больше разминировать сейчас территории и обеспечить прохождение тех коридоров для тяжелой техники, которые необходимы для того, чтобы в дальнейшем расширять плацдарм для контрнаступления. Еще раз акцентируем внимание, F-16 это то, что необходимо здесь и сейчас, а не учения в августе с опозданием и многое другое. Ну, это еще одна тема для разговора. Александр, последние несколько недель на территории оккупированной части Украины горят склады. Горит, в принципе, все. Только за последние дни. Такмак Запорожской области, Якимовка той же области, Мелитополь, многие другие города возле Бердянска, Скадовска, Ясиноватая и Макеевка. Вот, коллеги, давайте сейчас покажем видео, которое, оно позавчера появилось, если мне память не изменяется, в социальных сетях. Это Макеевка Донецкой области, где был подорван вооруженными силами Украины, уничтожен один из складов российско-оккупационных войск. Ну, слушайте, а что так может гореть? Вот просто такой банальный вопрос. Что это так может сильно гореть и взрываться? Склады с боеприпасами. Там были склады для артиллерии, для реактивной и для ствойной, которые там хранились. Вот, собственно говоря, они выслеживаются украинской разведкой, и украинскими войсками, и по ним наносится поражение. Но тут необходимо обратить внимание на очень важные моменты, что мы подходим сейчас к плотности огня, еще не максимальной. Это еще средняя плотность огня и интенсивность нанесения ударов по логистике противника. Нам необходимо обеспечить высокую интенсивность. Это означает, что мы должны шокировать оккупантов огневой мощью украинских сил по всей линии фронта, по всей глубине поражения. Что я имею в виду? У нас должен быть огневой потенциал для того, чтобы удары наносились минимум два раза в сутки. Ну, минимум каждый день по каким-то объектам противника в тылу, в оперативном тылу. Это места расположения складов боеприпасов, горюче-смазочных материалов, это логистика, это мосты, это места скопления живой силы и техники. То есть они должны фактически войти в ситуацию положения шока от количества огневой мощи украинских войск и от количества нанесенных ударов. Я думаю, что как только у нас появятся атакамсы, как только будут дополнительные скальпы, ракеты, как только, ну я думаю, что атакамсы все же возможно появятся раньше, нежели F-16, я думаю, что мы к такой плотности огня обязательно придем. И вот тогда это будет носить еще и мощнейший психологический эффект по оккупантам, по их командованию, в том числе и будет играть на их деморализацию. Да, восполнить такие запасы, которые, вот та же Макеевка вспоминается, восполнить запасы, которые находились довольно долго в этом городе и в этом месте, что очень важно, военно-промышленному комплексу России будет ой как тяжело. О персоналях и о людях. Блумберг недавно сообщала о том, что российские войска, российское командование будет заменит ушедших вагнеровцев со фронта украинского на кадыровцев и заключенных. Кадыровцев, тикток войска, незабываемых о них, и заключенные, ну по крайней мере, говорят о Шторм-Зет этой группе, которая не показывала себя настолько эффективно, как этого ожидали. Логичный вопрос, а могут ли одни обожающие вот ходить где-то в степях Украины снимать на телефон, и хорошо, что если на территории Украины. И другие, которые не настолько эффективны, могут ли они заменить, давайте говорить откровенно, эффективный частную военную компанию «Вагнер» из-за их местных штурмов? Я думал, кадыровские подразделения в пробке до сих пор в Ростовской области. Собственно говоря, я не знал, что… Они сколько, 17 часов, да, стояли. Ну вот пробки большие там в России, если доедут. Вот это тут еще вопрос, доедут ли они, вот, сумеют ли. А что касается Шторм-Зет, ну они есть уже, их подразделения, они попадают в плен, их бьют наши военные по Бахмутскому направлению, их туда перебрасывали, не только туда. Ну, сказать, скажем так, что они особо отличаются, какую-то лучшую качественную сторону от тех, которые видели в подразделениях вагнеровцев, тех же заключенных и так далее, нельзя, точно не приходится. Они достаточно сейчас демотивированы. Вот как раз даже есть отличия подразделения Шторм-Зет этих, да, которые они используются и которые хотели использовать как штурмовые группы. И такие задачи ставили. И даже подразделения десантников российских. Я вам скажу, что уровень деморализации как раз у этих штурмовых род, которые должны были бы использоваться, казалось бы, для того, чтобы интенсивно штурмовать, идти вперед и так далее, у них гораздо выше, нежели даже у подразделений регулярных войск российских. Поэтому, ну, видя опыт, как их используют, сказать о том, что они могут себе в актив, скажем, добавить каких-то достижений, этого нет. А кадыровских войсках то же самое. У них нет никаких, в принципе, особых достижений в войне против Украины. Вот. Поэтому я думаю, что будут спешить медленно, в пробке застрянут или застряли уже, и никакого особого эффекта это не окажет. Знаете, из кадыровцев состоит та пробка сейчас, которая находится с территории Российской Федерации на незаконно построенный Керченский мост. Может, как раз из представителей вот этого так называемого Ахмата. Интересно еще, исходя из информации, предоставленной президентом Зеленским, о 80 тысячах трехсотых так называемых вагнеровцев и 21 тысячи погибших. Около 100 тысяч, то есть потерь вагнер, можем себе представить, сколько в целом тогда вагнеровцев было. А если у Кадырова столько людей, чтобы эффективно заменить вот столько, такое количество человек, это вообще, мне кажется, один из главных вопросов. К другому аспекту. Господин Гладков, очень известный человек, скажем так, в широких кругах, губернатор Белгородской области, пообещал раздать трем тысячам настоящих мужчин, он сказал, тут огромные кавычки, представителям местно-территориальной обороны Белгородской области оружие. Я так понимаю, с целью защищать Белгородскую область непонятно, собственно, от чего. Видите ли вы перспективу в том, что и этих людей может быть отправлено на войну, не спровоцированную против Украины, ну и главное, от кого Белгородскую область собрались защищать? Ну, я думаю, что, наверное, РДК и Легион Свободы России должны воспользоваться моментом, как никогда им, скажем так, выпадает случай, пополнить свои ресурсы вооруженными людьми. И, собственно говоря, российское командование еще любезно это оружие раздает. Поэтому необходимо этим людям объяснить, наверное, что все-таки вся проблема сейчас, она в Кремле, она не в Украине, она не в НАТО. Поэтому давайте, собственно говоря, объединяться и каким-то образом противостоять этим угрозам и, ну, наверное, все-таки, скажем так, брать власть в свои руки, как минимум, в Белгороде. Почему нет? Прецедент с Пригожиным продемонстрировал и показал, что в России, Россия — это страна возможностей колоссальных для людей с вооружением и с оружием. Абсолютно колоссальных. То есть мы видим, как система сыпется внутри России, когда там происходят такие события. Она не работает. И это шанс для всех тех, кто сейчас вот борется с оружием в руках против путинской власти, против Кремля, против всего того беспредела, бардака, который происходит. И для них это, естественно, шанс объединиться, консолидироваться и вместе идти, в конце концов, брать власть в свои руки, хотя бы на уровне Белгорода и дальше. Вот, собственно говоря, мне кажется, это уникальный шанс. А что они? А вы думаете, что они пойдут воевать, вот эти, которым оружие раздадут? Они сильно воевали в Шебекино. Ну а почему Шебекино не защищали? Почему не защищали дальше? Почему планы Эдельвейс провалились, знаменитые? Где Белгород, где Эдельвейс вообще? Эдельвейс — это тоже интересный момент. Хорошее уточнение, Александр. Ну а там еще и Южный штаб тоже рядом. Президент Зеленский в интервью СНН говорил о том, что половина граждан России поддержала Вагнер. Что очень важно, как раз вот в этом контексте, тот, о котором вы говорите. Поддержат ли россияне нынешние действия Кремля? Очень, очень сомнительно. Очень сомнительно. Александр, вам спасибо огромное. Мы рады вам всегда в эфире телеканала Freedom. Напомню, что Александр Мусиенко был с нами на связи, руководитель Центра военно-правовых исследований. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин